Руководство Зеленогорской художественной школы разбирает огромное количество грамот и дипломов. Несколько десятков призовых мест завоевали ее воспитанники на конкурсах самого разного уровня, в том числе четырех международных. Например, Виктория Овчинникова получила почетную грамоту за участие в 43-й международной выставке, которая прошла в чешском городе Лидице. На конкурс было заявлено 22 тысячи работ из 70 стран, и среди них строгая жюри особо отметила графический натюрморт юной жительницы Зеленогорска. Сама девушка, которая мечтает стать художником-аниматором, говорит о своих успехах очень скромно. Во-первых, помогла удаче, и естественно тот факт, что преподаватель отправила работу, потому что было много вариантов, что отправить, что не отправить, и в итоге выбрали мою. Еще одна стопка наград пришла из Польши. Юных зеленогорских художников заметили на 18-м международном конкурсе «Всегда зеленом, всегда голубом». Участие в этом форуме приняли больше 20 тысяч детских работ, и в итоге жюри сформировало выставку из лучших. Среди них картины сразу шестерых учеников Зеленогорской школы. Участвуем мы очень часто. Порядка 50% детей участвуют в различных уровнях конкурсов – краевого, всероссийского и международного. И где-то 30-35% из участников становятся победителями. Это очень хорошая цифра, это очень приятно и детям, и преподавателям, потому что оценивается это на уровне и художников, и мировой общественности. Юные зеленогорские художники получают поддержку и от краевых властей. Например, Анна Докалина по итогам прошлого года была удостоена губернаторской стипендии. Ее имя и имя преподавателя Надежды Древаль вписаны в энциклопедию детских достижений Красноярского края. Девушка – неоднократный победитель международных конкурсов, а сегодня готовится к новым. Вот, например, к одному из них она нарисовала свой вариант иллюстрации к знаменитой «Алисе в стране чудес», а еще для книги «Сказки Сибири». По-своему изображать прочитанные произведения – своеобразное хобби девушки. У меня есть какое-то свое видение этих книжек, и я хочу, чтобы другие люди тоже смогли посмотреть на то, как я представляю себе те или иные сцены из произведений. А вот каталог, выпущенный по итогам выставки к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Здесь также представлены работы зеленогорских учащихся. Патриотическая тема им близка. Ко дню победы ребята даже украсили фасады городских зданий. А теперь готовятся к другой дате – 60-летию со дня основания Зеленогорска. Пока только рисуют эскизы, но планируют оформить целую историческую выставку к юбилею города. Алина Штоколова, Новости.